Приветствую вас и на запрос о том, как стать такой же, как они, как достичь этого, я бы ответил вам так. Для начала вам следует понять, что равняться ни на кого не стоит, потому что вы видите только то, что люди показывают, вы видите только то, что люди выставляют на все общее обозрение, но при этом вы не видите других сторон, других проблем. У этих девушек, как и у всех, есть свои конфликты, свои проблемы, просто вы их не видите. А замечаете вы красивые черты лица, нежные руки и так далее, потому что сами не считаете себя такой. И это означает, что, наверное, всего вы не любите себя. Если вы не любите себя, то, скорее всего, это идет и в детство. Родители не смогли должным образом внушить вам, что вы самая красивая, самая нежная, самая женственная и так далее. А еще у вас в некотором роде не было естественного образа женского поведения. И вследствие этого вы видите эти образы везде, где вы замечаете элемент этого образа. В действительности же, думаю, что есть у вас проблемы с осознанием своей собственной женственности, с осознанием того, что вы по-своему прекрасны, что вы по-своему замечательны, что вы по-своему индивидуальны и женственны. Вот вы пишете, потому что понимаете, что вы никогда не будете такой. Правильно, такой, может быть, вы не будете. Но вам нужно открывать в себе свои сильные стороны, открывать в себе ваши положительные моменты и их развивать. А если вы считаете, что у вас недостаточно женственности, то нужно сначала понять, почему родители не дали вам той любви, которая у вас, по идее, должна была бы быть. Что им мешало, что заставило вас и заставляет относиться к себе, как к человеку ниже, хуже, чем другие. Почему вы не любите себя, почему вы не уважаете себя, не считаете себя такой же, как они, а то и лучше. Что вам помешало это все сделать? Дальше. Дальше смотрите, какая большая ситуация. Вы говорите о красивых чертах лица. Ведь красота это очень субъективное понятие. Для кого-то красиво одно, для кого-то красиво другое. Возможно, просто потому что вы себя не любите, вы не можете подобрать себе тот самый индивидуальный инстинкт, который бы подчеркнул все ваши достоинства правильным образом. И привычные, казалось бы, краски, заиграли бы в новом свете. Дальше. Что касается жестокуляции, поведения и так далее, то это хореография движения. И хореографию движения можно освоить, двигаясь точно так. Было бы главное ваше желание. А вообще, пытайтесь определить, какой у вас идеальный образ женского поведения. И на него нужно равняться. То есть, понимаете, в чем дело? Вам не нужно добиваться того, чтобы стать такой же, как вот эти вот некоторые девушки. Вам нужно создать, подумать над образом, над идеальным образом женщины. И постараться этому образу соответствовать, постараться его принять, постараться сделать его своим. И тогда вы и станете той, кем вы являетесь. Тогда вы раскроете себя. Максимально раскроете свою женщину именно через следование образу, который вам нравится. Обычно у девочек, затем образ матери, потом там старшеклассник, ну, старшеклассник, да. Потом там певицы, какие-то исполнители, звезды шоу-бизнеса и прочее. Вам нужно работать над тем, чтобы для себя определить, какой женский образ вам нравится больше всего. Но перед этим обязательно понять, откуда идет зависть. Здесь вам коллега сказала правильно, что зависть идет от неуверенности в себе, от занятий в самооценке и от дефицита. Дефицита чего-либо. Дефицита какой-либо собственной потребности у вас. Нужно понять, почему у вас дефицит, откуда он взялся. Проработать причины этого дефицита и потом, потом, по всей вероятности, вам нужно дефицит восполнить. То есть удовлетворить желание, которое из-за этого у вас не удовлетворено, чтобы вы чувствовали себя полноценно. Когда вы будете чувствовать себя полноценно, можно брать любой образ женского покидения. До тех пор, пока вы себя не принимаете до конца, вы так и будете завидовать другим. Потому что вы завидуете не тому, как девушки выглядят, а тому, как они себя ведут. Вы завидуете тому, что эти люди принимают себя такими, как они есть, а вы нет. Ну и подумайте, что мешает вам принять себя такой, какая вы есть. Кто сказал, кто убедил вас в том, что какая-то часть вас не является достойной того, чтобы ее принять. Какие цели преследовал этот человек. И вам понять причины, мотивы этого человека. Размечать его образ, размечать его правоту. И после этого, по-настоящему начать строить свой собственный идеал женского поведения. Вот тогда вы сможете стать той, какой вы хотите. Той, чем вы являетесь, а не кем-то другим. Потому что если становиться кем-то другим, это значит постоянно равняться на кого-то. Постоянно равняться на кого-то, значит жить чужими целями, чужими идеалами, чужими задачами и чужими мнениями. А это никогда не принесет вам чувство свободы, никогда не принесет вам чувство удовлетворения и чувство самостоятельности. Что по-настоящему отличает вас от этих девушек, это только то, что они сами по себе, а вы равняетесь на них. У вас своего ничего нет. Вот свое нужно создать через означенные мной средства. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.